Всем привет! На связи Широких Виктор и мы снова продолжаем наши уроки по работе в проекте Суперкопилка и конкретно по закольцовке. Сегодня я расскажу вам, как сделать закольцовку еще более эффективно в связи с тем, что буквально неделю назад запустились новые условия по использованию депозитов. Я вам покажу на этом примере в данной таблице, как сделать так, чтобы при тех же самых вложениях вы получили больше прибыли. Сейчас я расскажу вам основную идею, а потом покажу, как ее еще усовершенствовать. Итак, внимание на экран. Что такое сама по себе закольцовка? Закольцовка это такая ситуация, когда вы вносите еженедельно определенную сумму взносов. Я здесь показываю на примере того, что вы вносите регулярно еженедельно 20 долларов и вы вносите их в течение, внимание, 52 недель. То есть постоянно, планомерно, в течение года вносите сумму 20 долларов. И вот с правой стороны здесь показана 20 неделя. Для примера, обратите внимание внизу, 20 неделя, депозиты на 20 неделе будут увеличены в 1,85 раза. Практически в 2 раза больше вы будете получать каждый раз через 20 недель. Что происходит? Мы поставили цель, депозитную цель на 20 неделю. Когда неделя прошла, эта цель, соответственно, переходит на 19, а у вас 20 неделя снова свободна. Вы снова точно такую же цель депозитную делаете снова на 20 неделю. Опять проходит неделя. Эта неделя уже, соответственно, переходит на 18, эта переходит на 19, а 20 опять свободна. Таким образом, эти недели все ближе приближаются к выплате, а каждый раз мы снова на 20 неделю ставим новую цель. Что происходит дальше? Происходит дальше то, что в какой-то момент, и он наступает как раз уже после 20 недели, когда первый взнос у нас вышел на выплату, мы получаем в данном случае, обратите внимание, 20 умножить на 1,85, мы получаем 37 долларов. Этих денег нам хватает на то, чтобы оплатить еженедельный взнос и к тому же, чтобы еще остался остаток на балансе. Таким образом, уже отсюда начинается этап закольцовки. Когда выплачиваемых денег, хватает на еженедельный взнос и остаются деньги на вывод. Обратите внимание, что мы пополняем баланс всего лишь в течение 19 недель. Из новых денег. А дальше уже идет оплата этих взносов, уже деньгами, которые выходят еженедельно с проекта. Таким образом, вот здесь в столбце запланировать вывод, мы можем видеть, что уже через каждые 2 недели мы можем получать по 50 долларов. Довольно регулярно. И поскольку у меня расчет на год, в течение года мы оплачиваем взносы, а потом перестаем оплачивать. И поскольку нам не нужно уже еженедельные взносы делать, соответственно, прибыль остается вся нам. Таким образом, еженедельный взнос увеличивается уже по 70, где-то по 80. В итоге, обратите внимание на итоговые цифры, расход составил всего лишь 400 долларов, доход составил 1300 долларов, наша прибыль будет 901 доллар. То есть это в 2,5 раза больше, нежели деньги, которые мы вложили. Выгодно? Выгодно. Точно такой же расчет я сделал на 30 недель, здесь уже доходность 2,47 больше, и на 40 недель, где доходность в 3,24 раза больше. Обратите внимание, что происходит здесь. Расчет, в принципе, похожий, только у нас, соответственно, все депозитные взносы делаются на 30 неделю. В течение года мы вносим еженедельно наши взносы, а потом прекращаем, к примеру, их платить. Вы можете как прекращать, так и не прекращать это делать. Последующие полгода только выплаты. Таким образом, что происходит здесь? Ваши деньги, которые вносятся всего лишь 29 недель первые, ваши личные деньги, а дальше, соответственно, пошла только все взносы из прибыли. Обратите внимание, здесь уже довольно серьезный ежемесячный доход, порядка 200-230 долларов. И общий баланс следующий. Расход составил 600 долларов, доход 2158, чистая прибыль составит 1558 долларов. Это 2,6 раза больше, нежели наши внесенные деньги. Та же самая модель работает и на 40 недель. Здесь уже доходность в 3,24 раза больше. Все то же самое, только после того, как мы прекращаем наши взносы делать и только забираем прибыль, поскольку она 64 доллара уже с наших 20, соответственно, у нас уже ежемесячная прибыль порядка 250 долларов регулярно. Здесь расход всего лишь 800 долларов за 40 недель, доход будет 3174 доллара и чистая прибыль 2374. Таким образом, вложенные деньги увеличиваются в 3 раза. Анализируя все эти возможности, 20 недель в 2,25 раза, 30, 2,6 раза, 40 в 3 раза. Ну, по соотношению цена-качество или же прибыль-срок, я все-таки выбираю, что наиболее эффективный вариант это 30 недель. Сейчас я вам показал исключительно просто модель, каким образом сделать закольцовку на депозитах. Но для того, чтобы меньше денег потратить и получить прибыль в процентном соотношении больше, я вам сейчас расскажу о дополнительном механизме, который старички уже знают, а новичкам это будет особенно полезно. Итак, внимание на экран. Здесь я показываю сумму ежедельного взноса 25 долларов, то есть это 100 долларов в месяц. Думаю, что это вполне посильная сумма, которую может выделить любая семья. Та же самая 20 неделя. То же самое мы делаем еженедельно депозит, но используя ближние недели и возможность использовать вот эти вот самые бонусные цели, которые у нас обведены красным. То есть ближние цели, начиная с первой по 16, мы можем создать эти цели и использовать их по максимуму для того, чтобы получить полуторную прибыль. Эти бонусные цели можно использовать только один раз, поэтому надо это делать обязательно, особенно для новичков. То есть все, что нужно делать, это просто повторяйте за мной. Если вы себе можете позволить не более 25 долларов в неделю, то достаточно в первую неделю сделать цель на 10, вы получите уже на следующую неделю или в ближайший понедельник 15. А дальше эти три недели у нас будут заблокированы и начиная с пятой недели по 16 цели по одному доллару. Как это делается, я сейчас покажу. Выбираете создать цель, соответственно это будет первая цель, можете назвать ее закольцовка 1. Скопировать сразу это название, значит первый износ у вас будет 10, добавляем и сразу у нас идет пятая неделя. А дальше вы просто вставляете закольцовка 2, еженедельный взнос 1 доллар, добавляете, дальше то же самое, продолжаете до 16 недели. Закольцовка 3, опять же 1 доллар и так далее до 16. И только после того, как вы задействуете все цели до 16, проставите обязательно, только потом можно создавать депозитную цель на 20 неделе. Соответственно она у нас будет согласно расчету в данном случае всего лишь 3. Почему? Потому что чтобы сумма всех этих вложений вкладывалась в эти самые еженедельные 25 долларов. Обратите внимание, если я сейчас добавлю, то все предыдущие недели, которые я не использовал, они пропадают и у вас уже возможности вернуться не будет. Поэтому для того, чтобы правильно делать, вы пополняете баланс конкретно на 25 долларов и уже потом начинаете четко по плану делать первая неделя, пятая до 16 и только потом ставите закольцовка. Соответственно через неделю первая цель, она перейдет сюда в архив, она принесет прибыль 15 долларов. Ваша 20 неделя, она перейдет уже на 19, а конкретно здесь при создании цели опять 20 будет свободно. И вы снова делаете новый депозит снова на 20 неделю. Таким образом каждый раз, каждую неделю вы снова будете делать новый депозит на необходимую сумму. В данном случае видите первую неделю это будет 3, чтобы сумма не превышала 25, дальше 13 и так далее, постепенно доходя до 25. Именно это я и показываю в таблице. То есть мы сразу создаем 10 и все цели с первой по 16. Таким образом вот эти промежуточные цели позволят получить нам прибыль уже в ближайшие недели, начиная с пятой по 16 и уменьшить расход наших собственных средств на вот эти еженедельные взносы. Точно так же мы каждую неделю, когда неделя проходит, мы снова на 20 неделю создаем новую цель, чтобы сумма всех наших еженедельных расходов составляла 25 долларов. То есть мы не выбиваемся из вот этого лимита 25 долларов в неделю. Поэтому сумма всех этих целей, соответственно плюс 3 составит 25 долларов. Здесь уже 10 нету, соответственно это будет чуть больше. 13, дальше оно увеличивается и в итоге мы в какой-то момент начинаем выплачивать полностью 25 долларов из своего кармана. Но обратите внимание, на эти недели уже пошли выплаты. Таким образом сумма наших взносов гораздо меньше. Точно так же мы продолжаем делать наши взносы в течение года. Точно так же, как и наши депозиты, после того, как мы закончили делать взносы, они продолжают приносить нам прибыль в течение еще порядка 4 месяцев. Именно в этой модели вы можете продолжать их и дальше, соответственно и выплаты будут и дальше. Это просто для того, чтобы сравнить. Если вы помните, на прошлой таблице у нас всего лишь было 20 долларов в неделю и абсолютно такой же расчет, наш расход составил 400 долларов по 20 в неделю, то в данном расчете по 25 долларов в неделю наш расход составит всего 321 доллар за счет того, что мы снизили нагрузку на ближайших неделях. Таким образом, доход составит 1400 долларов почти, а чистая прибыль 1078. Давайте посмотрим, что было здесь. Здесь доход составил 1300 и прибыль 901 доллар. То есть здесь чистая прибыль получилась больше, в отличие от денег, которые мы внесли, прирост дохода в 3,4 раза. Здесь же было всего лишь в 2,25. Поэтому вот эта модель с депозитной закольцовкой, но с использованием в самом начале этих бонусных недель, она максимально эффективная. Поэтому, если вы вдруг в чем-то не разобрались из моего видео, я рекомендую вам выйти все-таки ко мне на связь. Скайп будет под этим видео. Ссылка на регистрацию будет тоже под этим видео в описании. И мы всегда сможем уточнить конкретно по вашей ситуации, что и как правильно сделать. Ко мне обращаются люди с разными возможностями и с разными проблемами. Кому-то действительно нужна сумма определенная к заданной дате. Кому-то нужен элемент пассивного дохода, чтобы у него дополнительно были какие-то деньги. Возможно на лечение в каком-то случае своих близких, в каком-то случае для себя любимого. Возможно просто для поддержания благосостояния на определенном уровне. У каждого абсолютно свои задачи. Я делал такой же расчет на 50 долларов для Дмитрия. И здесь, в принципе, сделал то же самое. И обратите внимание, делал расчет на 20 недель, на 25 и на 30. 30 недель нам приносят прирост доходности в 2,6 раза при модели, если мы не используем ближние недели. А только используем депозиты на 30. Как я сразу показывал. 30 неделя и вот только по 50 долларов еженедельно. Модель, когда мы используем ближние недели по максимуму. Что такое по максимуму? То есть берем все возможности, которые здесь указаны. 1,62 значит 1,62. 1,85 значит 1,85. 2,38 значит 2,38. Максимально здесь по-моему 2,5. Да. То есть мы берем по максимуму. И что получается в результате? То есть у нас эти расходы еще больше уменьшаются. Еженедельные. И за счет этого при той же самой доходности, при тех же самых сроках мы получаем прирост в 3,5 раза. Вместо 2,6, которые были бы без использования ближних недель. На этом все. С вами был Широких Виктор. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам видео это было полезно. В любом случае, рад был вам помочь. Обращайтесь в скайп. Становитесь моим партнером. А я желаю вам всего самого доброго. Успешных накоплений. До новых встреч. До новых обзоров. Пока-пока.